Вы думаете сейчас о том, как молиться научиться, понимаете? Чувство вины означает нехватка счастья. Вы чувствуете вину, потому что счастья не хватает вам сейчас в жизни. Вот если бы у вас было счастье, разве вы бы чувствовали вину, вы бы забыли про свою вину сказать. Вы просто учитесь сейчас духовной жизни, потому что все эти перепады в жизни означают только одно. Понимаете, в жизни человека есть два этапа всегда, только два. Один этап, вот Бог даёт возможность нам наслаждаться жизнью. Это не главный этап жизни, не главный. Хоть мы и считаем, что он должен быть единственным, но это не главный этап жизни. Так считают в Священной Писании. А главный этап жизни это тот, когда у человека всё разрушено. Именно в это время он начинает менять свою жизнь и развиваться. И это развитие означает боль в сердце, чувство вины. И почему человек развивается в это время? Потому что нет такой силы никакой. Куда бы он не побежал, чтобы он не выпил, чтобы он не посмотрел, где бы он не покупался, чувство вины не проходит. Это означает, что есть только один способ. Это настроить свою антенку в отношениях с Богом. Именно для этого всё и произошло. Вот когда вы эту антенку в отношениях с Богом настраиваете, начинаете правильно молиться, начинаете думать о Боге, о святости, о чистоте, в этот момент сердце успокаивается, вы прощаете. Потому что у вас духовной энергии достаточно становится в сердце, чтобы переварить эту судьбу, чтобы это переваривание произошло. Прощение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова